здравый смысл доброе утро в эфире программа здравый смысл программа о том что делает нас лучше и сегодня мне бы хотелось вместе с нашим гостем иваном рясиком это врач невролог нутрициолог специалист холистической медицины превентивной и сегодня нам бы хотелось поговорить о таком важном факторе как питьевой баланс о том что такое вода какая она должна быть как проверить ее качество чем опасен дефицит воды и прочее это я думаю что особенно важно сейчас в летний период здравствуйте иван здравствуйте надежда здравствуйте радиослушатели расскажите все-таки что такое качество воды очень важно понимать что та вода которую мы пьем во первых должна быть той категории которая соответствует нашим потребностям очень часто когда мы приходим в магазин мы видим воду первой категории это просто вода очищенная и не более того есть вода высшей категории это вода которая содержит необходимое минеральное вещество которое мы теряем в ходе нашей жизнедеятельности и вот именно такую минеральную воду высшей категории лучше всего использовать а как узнать что это вода высшей категории на ней написано да с одной стороны они подразделяются на воду на и вторую первая категория или высшая в основном продается чаще всего первой категории то есть сейчас часто производители не заморачиваются по поводу того чтобы вводить туда то что называют конденционированием воды те минеральные вещества которые доводят ее до той кондиции до того состояния которое необходимо человеку то есть воде должны быть минеральные вещества магний, натрий, кальций в ней могут быть бикарбонаты и так далее все биологические жидкости которые мы можем терять например мочахе что такое это не вада это рассол. Что такое пот? Это тоже рассол. И я люблю приводить пример, что домашние животные очень часто, когда мы приходим взмыленные, вспотевшие, домой подходят к нам, собаки порой такое делают, чаще всего начинают нас лизать. Что они делают? Не ласку проявляют по отношению к нам, а с поверхности кожи собирают те минеральные вещества, которые мы в процессе потения выделили. Испаряется вода, а вот минеральные соли остаются. Почему они это делают? Да потому что мы, домашним животным, воду. Никакие средства для минерализации не добавляем. И они, домашние животные, точно так же, вне зависимости от кормовой базы, порой своей, испытывают дефицит ценных веществ, минералов. То есть вот это одна из важнейших задач. И здесь, конечно, надо еще смотреть, какая вода. Бывает она лечебная, бывает лечебно-столовая, или бывает просто столовая. Для постоянного использования мы можем использовать воду столовую. Как правило, в ней минерализация не превышает одного грамма на литр. Если она больше одного грамма на литр, эта вода может относиться, например, к лечебно-столовым. И вот пример такой воды, например, известная нам вода, которая в Нижне-Ивкино добывается в минеральных источниках, ее обычно используют курсами. То есть постоянно ее, каждый день, можно не пить. Лучше чередовать различные воды, но вот курсами можно использовать. И столовая вода, которую обычно получают на различных курортах, там есть и джурмуки, и синтуки, и минеральные воды, и вот то, что относится к кавказским минеральным водам различной, то ее используют тоже курсами, вот как и существуют курсовки, путевки. Вот, например, две-три недели попили эту водичку, и возвращаемся, например, к использованию обычных столовых или таких лечебно-столовых вод, но не лечебных. То есть вот это один, одна из заповедей, которая должна быть. Сейчас очень многие в России являются поклонниками не только неумы Вакина, но и питья соды. И для этого берут соду, которую получают в Башкирии, бодяжат ее с водой, гасят ее и продолжают принимать. Но на самом деле сама по себе идея родилась от потребностей в бикарбонатах, которые ощелачивают организм. Но ведь многие минеральные воды являются бикарбонатными. И для этого не надо брать специальный реактив под названием пищевая сода и приготовить это здесь. Это было придумано как раз для русских людей. Ведь есть поговорка, мы любим, чтобы все было дешево и сердито. Например, если мы не можем себе позволить купить минеральную воду, попытаться приготовить ее в домашних условиях. То есть это замена, да? Да, но я все-таки не рекомендую использовать для этого просто соду. Многие люди обнаруживают, что полностью она не разводится, и там остается какой-то осадок, что в отношении бикарбоната все-таки быть не должно таким образом. А использовать минеральные воды. С другой стороны, минеральную воду человек может приготовить в домашних условиях, используя определенные минералы. Одним из самых известных минералов является шунгит, например. Тот камень природный, пищевое месторождение которого в Карелии существует. И даже вот по легендам Петр I предписывал, чтобы каждый солдат в своем ранце имел камень шунгит для минерализации воды. И вот такая красивая история связана. Но если говорить о науке, в шунгите есть особое вещество, которое называется фуллерены. Это углеродные вещества, где большое количество атомов углеродов формируют своеобразные пещерки или камеры, в которые вода входит, и там изменяются ее физико-химические свойства. И вот то, что называют очень часто структурированием воды, это осуществляется прежде всего естественными природными минералами. И один из примеров классический – это шунгит. Помимо него существует еще, например, минеральная порода циолит. Монтморилланит или клиноптилолит, ее называют с точки зрения геологии, например, да, она является донором в отношении многих минеральных веществ, которые составляют чуть ли не половину таблицы Менделеева, например. И циолит можно добавлять точно так же в воду. Это пищевые есть месторождения. России повезло. Благодаря нашей огромной территории у нас есть многие месторождения пищевых вот этих минералов. Вот одно из таких месторождений, Холинское месторождение циолитов, например. Во многих странах мира циолит используют лишь технически, как там абразивное средство, а мы имеем пищевой циолит, например. Точно так же нам литр воды, например, мы можем пол чайной ложки циолита добавлять для того, чтобы вода реминерализовывалась, чтобы ей возвращались те минеральные вещества, которые исчезают из нее в процессе очистки, к сожалению. Помимо этого есть еще вариант. Это кремень, как многие слышали, и кварц. Если мы берем кремень, кварц, шунгит, например, мы можем взять трехлитровую банку, насыпать на дно этой банки. Вот эти минералы, они продаются. Их можно смешать между собой. Можно смешать, можно по отдельности использовать. Наливается в банку вода. На протяжении, например, суток она настаивается. После этого практически вся жидкость, за исключением пары сантиметров, непосредственно прилегающей к камню, вот этому сливается. И оставшаяся часть воды удаляется уже, например. И мы вновь заливаем. И вот такое простое действие мы можем осуществлять на протяжении полугода. После чего вот эта минеральная порода, считается, отдает максимально из того, что она может отдать, и мы можем эту уже минеральную породу вернуть в почву. Кто-то в колодец кладет, кто-то в свои грядки добавляет тот же кварц, кремень или шунгит. И уже тогда купить новый фрагмент минеральной породы. На территории России есть огромное количество различных озер, воду которых концентрируют, чтобы получать минеральные вещества. Вот, например, в Хакасии есть озеро Шира, из которой концентрированные вот такие воду используют для получения порошка. Он называется Ширлайн от озера Шира. И здесь можно точно так же брать чайную ложку вот этого Ширлайна, добавлять, например, на литр воды или на полтора литра воды и получать собственную минеральную воду. И уже не бежать тогда в магазин, не покупать какую-то другую минеральную воду. А если человек хочет, например, прочистить себя, прочистить кишечник, например, то он может ту же чайную ложку добавить уже не на полтора литра, а на стакан воды. И тогда он получит совершенно простое солевое слабительное для того, чтобы периодически кому-то раз в неделю, может быть, или несколько раз в неделю помогать очищать собственный кишечник. То есть питьевой режим, он очень важен не только для кровообращения, чтобы у нас не было сгущения крови, обезвоживания, а для очищения кишечника. И это совершенно естественно можно сочетать как элемент питьевой культуры человека, скажем так. То есть вот первое, что в отношении воды важнее всего, это реминерализация воды. Потребление ее в том состоянии, которое компенсирует потери минеральных веществ в ходе нашей жизнедеятельности. И особенно это важно тем людям, которые вынуждены, например, из-за гипертонической болезни принимать мочегонные препараты. Известно, что многие мочегонные препараты выводят не только натрий, но и калий. Калий будет уходить из организма, если возникает тахикардия, учащенное сердцебиение. Если магний покидает организм, у человека появляется возбудимость нервной системы, склонность к спазму сосудов. Если кальций покидает организм, то возникает склонность к остеопорозу, например. Если селена или цинка не хватает, снижается тот же самый иммунитет. И вот потому используется минеральная порода, которая содержит не только кремний, не только натрий, а железо, магний, литий, предположим, и другие минеральные вещества, которые необходимы нам для поддержания водно-электролитного баланса или водно-солевого баланса в нашем организме. А сколько воды нужно пить? Как рассчитать норму? Как минимум, помимо тех напитков, которые мы используем традиционно во время завтрака, обеда или ужина, между завтраком до ужина человек должен выпить хотя бы 5 стаканов воды. И это можно делать не обязательно стаканами. Вот тот же литр воды можно каким образом распределить? Пол-литровую бутылку от завтрака до обеда по глоточку каждые 15 минут. То есть человек идет, занимается своими делами, периодически достает бутылку воды и делает глоток. И вот тогда это сильно не будет мочегонить, потому что если сразу стакан выпить, то вот эта водная нагрузка приводит к тому, что человек чаще вынужден будет ходить в туалет. А если небольшое количество воды периодически выпивать, то это будет поддерживать текучесть крови, не давать возможность загустеть крови и даже определить его хорошее самочувствие. То же самое сделать между обедом и ужином. Те же пол-литра воды. Я порой вижу, в каком состоянии обезвоживания оказываются пациенты мои, которые приходят сдавать кровь. Например, до сдачи крови многим говорят, нельзя принимать пищу. Но забывают сказать, что нужно выпить воду. Потому что человек всю ночь не пил, он сходил в туалет, организм находится в состоянии обезвоживания. И даже гуляют показатели крови, и неточные получаются результаты на фоне обезвоживания. Есть простейший показатель крови, он называется гематокрит. Это соотношение между клетками крови и плазмой крови, которая есть. Если гематокрит становится ближе к 0,45, например, или выше, это говорит о том, что человек пришел обезвоженный. Поэтому перед даже сдачей крови стакан или пару стаканов воды смело можно выпивать, чтобы и кровь была текучей, и показатели были более точными. Что происходит, когда, допустим, в течение двух-трех недель человек восстанавливает свой питьевой режим? Что он заметит по своему самочувствию? На самом деле, вот эти вещи, они описаны очень во многих книгах. Вот есть известная книга Батман Хелиджи, «Ваше тело просит воды», где показывается, что вода является одним из, можно сказать, чудодейственных жидкостей в природе, которая очень сильно влияет на нашу физиологию. И, конечно, прежде всего человек отмечает то, что улучшаются даже процессы насыщения. Если мы пьем достаточное количество жидкости, мы не переедаем. Это один из способов, очень такой простой, как улучшать свое пищевое поведение. Очень часто, когда у нас начинает что-то сосать под ложечкой, или мы чувствуем, что надо что-то забросить в желудок, чтобы заморить червячка, как это говорят, нам достаточно выпить стакан воды. В свое время, когда я был на стажировке в Германии в 99-м году, меня поражали мои немецкие коллеги. Когда мы приходили в столовую, они садились, у них были перед ними блюда, но они для начала брали и выпивали там стакан, пару стаканов воды и как будто бы не хотели есть, продолжали с собой беседовать. Мы же накидывались прежде всего там на суп, на второе блюдо и так далее. А они для того, чтобы не переедать, вначале пьют воду, после этого начинают есть. То есть вот это одно из первых, например. Второе, разумеется, улучшается текучесть крови, улучшается обмен веществ, и человек даже меньшее количество жидкости задерживает. Это звучит парадоксально. Вроде пьешь воду, а жидкости меньше задерживается. Но действительно это и так. Почему? Потому что когда в тканях скапливается большее количество натрия, натрий на себя тянет воду. Когда мы пьем большее количество воды, концентрация натрия становится меньше, и организм легче воду отдает. Это же как раз и на отеки влияет. Конечно, да. То есть у человека будут лучше работать почки, и в целом для почек уже через несколько дней вот такого дополнительного приема воды создаются более благоприятные условия. Ведь лето это просто ужасное время для почек. Человек потеет, кровь густая. Организмам приходится концентрировать мочу. Каждый день образуется первичный мочи до 100 литров. Это гигантская бочка. А почка нужно это сконцентрировать например до полутора литров. То есть практически там в сто раз они концентрируют. И потому они в очень большом напряжении находятся. Кроме того, если человек малое количество жидкости пьет, моча становится концентрированной более, в ней большая концентрация солей, и эти соли легче выпадают в осадок. И потому лето это время прогрессирования мочекаменной болезни у тех людей, кто не пьет достаточного количества жидкости. И порой нужно всего лишь несколько дней введения дополнительной жидкости в организм для того, чтобы мы могли с вами уменьшить склонность к выпадению осадка и начинать вымывать тот песок из почек. Ведь не только арбузами или пивом это достигается, но и обычной водой. Под занавес программы мне хочется задать такой очень важный вопрос, о нем очень много пишут в интернете, в соцсетях и так далее. Что если слушать Моцарта или говорить какие-то хорошие слова над стаканом воды? Речь идет о так называемом информационном структурировании воды. Что вы здесь можете сказать? Конечно, наше настроение от этого увеличивается, но структурирование воды это очень четкий биофизический процесс. Например, сейчас даже готовят поправки в санитарные правила и нормы по воде, которые говорят о том, что происходит с водой, что такое клатратная вода или кластеры воды. Что за микроструктуры образуются? Они связаны, как правило, с чем? С тем, что в воде появляются дополнительные электроны. И не только перекись, как пробуют некоторые, можно капать в воду, можно использовать различные минеральные породы, которые являются донорами электронов. И в таком случае в воде могут появляться гидроперекиси. И существует даже четкий показатель. Если в воде около 20 микрограмм перекиси на литр воды, эта вода будет биоактивная. Вот это понятие биофизическое. Существует у нас научно-исследовательский институт экологии человека и гиены окружающей среды имени Сысина. Возглавляет этот институт известный академик Российской академии наук Рахманин Юрий Анатольевич. И вот они очень много монографий сейчас пишут, что такое биоактивная вода, снимая вот такой образ какой-то биоэнергетический, просто говоря о том, что лежит в основе физики биоактивной воды. Первое, это количество гидроперекисей. Не менее 20 микрограмм на литр. Если будет более 40, то есть если человек в домашних условиях пытается это приготовить им, начинает капать гидроперекиси, то он может даже нанести себе вред. Но не менее 20, вот это первое. Второе, существует понятие окислительно-восстановительный потенциал. И в домашних условиях человек может померить вот этот ОВП, окислительно-восстановительный потенциал, потому что есть прибор ОВП-метр измеряющий. Часто вода плюс 200, плюс 100 микровольт окислительно-восстановительный потенциал, но чтобы она была биоактивной, вот этот потенциал должен быть минус 100, минус 200. И существуют опять же способы, когда мы добавляем либо минеральную породу, или добавлять мы можем различные растительные соки. Например, когда мы готовим смузи, мы резко роняем окислительно-восстановительный потенциал, когда мы добываем из шпината, из рукколы, например, из каких-то других растений, их растительные соки, они являются и донорами электронов в том числе. И ОВП, в таком случае, вот этот показатель, он уменьшается. Есть показатель вязкости воды, например, который тоже сейчас является критерием того, насколько она биоактивная. И мы живем в тот период, когда вот-вот, дай бог, будут приняты новые показатели, чтобы мы ориентировались не только на санитарно-химические показатели, на отличие нитратов, предположим, не только на микробиологическую частоту, но и оценивали биоактивность воды, а вот именно вот эти гидроперекиси, окислительно-восстановительный потенциал, вязкость воды определяет активность протекания обмена веществ в организме. И вот именно это является основными показателями структурирования воды, если вот говорить более привычным уху человека, вот термином как раз, то есть это вовсе не нечто биоэнергетическое или мистическое, это обычная физическая химия. В каждой воде есть ячеечки воды, они полмикрометра, образуются около 900 молекулами воды, они имеют различный заряд, за этим очень красиво можно наблюдать с точки зрения физической химии воды. Мы, к счастью, уже пелену вот этого своего незнания сняли, мы открыли занавес, где увидели, что вода это живой практический организм, и в ней существует определенная квазипериодичность. Некоторые даже говорят, ритмическая активность изменения показателей воды, она нестационарна, но вот физики более строгий термин говорят квазипериодичность. Меняется ритмически поверхностное натяжение, электропроводность воды, вязкость воды. То есть многие показатели вода словно дышит. Вот эти показатели пульсируют внутри ней. И потому она очень чувствительна и восприимчива к любым веществам, которые попадают в нее и определяют ближний или дальний порядок, который существует в водных растворах. У нас в студии был гость Иван Рясик, врач превентивной медицины. Спасибо, Иван, разговор был как всегда интересный и важный. И очень многое лично в моей голове, что касается структурирования воды, как-то разложилось по полочкам. Слава Богу. Благодарю вас за разговор. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Здравый смысл. Имеется противопоказание. Проконсультируйтесь у специалиста.